Друзья, всем привет, всем здравствуйте! Как вы, наверное, уже увидели, в продаже появились американские контейнеры. Сначала советские контейнеры, потом китайские контейнеры, сейчас американские контейнеры. Которые, конечно же, никому из вас я не рекомендую открывать. Даже если у 15 ваших знакомых выпали все танки 10 уровня, в том числе и коллекционные. И в том числе которых тут вовсе нет. В общем, слушайте, поскольку недавно я, как вы помните, наверное, откатал стрим благополучно на танке Т95Е6. Кстати, обязательно напишите в комментариях, хотели бы видеть вы отдельный видос по тем двум крутым боям на этом танке. Либо же нет. Вот, поэтому я сегодня, ребят, наверное, покатаю на концепте. Я тысячу лет, ребят, не катал на этом танке. Я просто хочу его вспомнить. Что оно такое? Его нерфили, по-моему, с броней. Ему что-то натворили. Она, по-моему, ВЛД стала меньше, подвижность стала меньше. Короче говоря, танк стал хуже. Подкалиберой, как основной снаряд. Ну, вообще такое себе решение. С тем учетом, что это вообще не танк прорыва. И пробитие у него так себе. Итак. А, аварийную гусеницу добавили. Очень нужная вещь. Прочность 2350. Броня во лбу башни 250 миллиметров. Ну, броня неплохая. Действительно. Лючок выцеливается, но туда практически никто не кидает. По крайней мере, когда я играл на этом танке, я туда редко получал. Во лбу корпуса 140. НЛД большой и картонный. В бортах башни 110 миллиметров. В бортах корпуса 90 миллиметров. Корпус интересный. Вот если ты будешь стрелять вот сюда, я не знаю, видно вам или нет, вот в эту планочку будешь слышать попадание. Ну, частенько. В корме 50 башни и 45 корпуса. Очень картонно. Дальше. По-моему, он еще и горит, если ему стреляешь в корму. Урон. 3009 единиц. Перезарядка 7,6. Ну, маскировка нас этот параметр не очень интересует. Дальше. По пробитию на основном, то есть на подкалиберном боеприпасе здесь 258, а на кумулях 310. Ну, просто чтобы у вас было понимание, ребята. У СТ пробитие на кумулях 300. По-моему, у Е50М 300 пробитие на кумулях. Вот у тяжелого танка 310. Просто, просто знайте это. Средний уровень 380 на подкалиберах, на кумулях 330, на фугасах 500. Сведение 3 секунды, разброс 0,317. Хорошо. Отдаем должное. Вроде бы точные. У ВН 10. При силуэте достаточно низком, 10 градусов будут максимально комфортнейшими. 45 км в час максималка, тиговооруженность 18. Так, скорость поворота башни и корпуса 27,40 соответственно. Но не слоупочная машина. Но оборудка у меня такая. По поводу брони вы тут, конечно, сами решить можете. Я, наверное, все-таки сделаю ставку на башню, на ВЛД. Вот. В целом за ДПМ пробитие... Не, ну с одной стороны круто иметь пробитие 340 на кумулях и 270 на подкалах. Ну тогда терять ДПМ... А давайте мы вот так попробуем. Просто... Слушай, ну мы всего в ДПМе 200 потеряем. Зато приобретем 31 мм на голде. Ладно. Так хотя бы мы и будем пробивать там ВЛД всякие ИСОВ 7. Ну, правда, под определенными углами. ПА-ПА-ПАМ ПА-ПА-ПАМ Так, давайте... Я бы в поле поехал. Давайте глянем, куда поедет ИСОВ 7. Вообще, полу-СТ, полу-ТТ. Это вот такой тяж. От башенки, наверное, играется он пока фортнее, чем Т95Е6. Вот по точности, скорее всего, лучше. Посмотрите на Тайпана нашего. У него 600 хп уже осталось. Ну так давай. Хороший, да, игрок? Мне тоже нравится. Не. Не, с таким тиммейтом тут делать нечего. Посмотрите, что он делает. Понимаешь, что он делает? Он одного не понимает, что из нас двоих брони... Броня есть только у него. Ну, я должен делать... «Порту во время. Да. Вожу все за кадры. Нет. Нет. ... Усеницы повреждены, шанса взрыва увеличен. Усеницы повреждены. 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 Посмотрим, что будет тут Может быть, получится настрелять Ну, хотелось бы, короче, не меньше трешки Точно дать Могу, ребят, сказать вам По крайней мере, попробуйте Попробуйте поиграть с калиброванными снарядами Прежде чем осуждать стримера в комментариях Вдруг вам понравится Вы теряете, ребят, в ДПМе всего 200 Но зато прибавка, например, в пробитии у кумулей Сколько там? До 340 Вам, наоборот, поможет даже больше, чем этот ДПМ Толку ДПМа, когда ты не сможешь его реализовать Когда ты не сможешь выцелить Какой смысл? Будь у тебя хоть 5000, если ты не можешь его реализовать Ребят, у кого руки растут из нужного места Статисты, уважаемые, да Понятно, что вы, скорее всего, сделаете ставку на ДПМ Потому что где-то и объехать сообразите, где лучше Где-то и упарываться не будете, я все понимаю А я вот ВЛД шью, например, вазу Чему очень сильно радуюсь Вот этот тип, конечно, на КПЗ очень сильно напрягает Хорош Танкуем, пацаны Я ожидал Ожидал, что получу от него тычку Одну Не две Выкурите его оттуда, пожалуйста Ладно, я поеду выкуривать его оттуда Вообще-то Вообще-то Ой, молодцы Ну вдруг он довернет там и еще что-то Правда Кстати, тоже достаточно быстро боечек вышел Ай, хорошо Как 3 300 Ребята, танк прикольный Вообще прикольный Попробуйте на калибровке его покатать Я вам честно говорю Мне как будто бы не хватает Я уже, по-моему, говорил Скорости Я говорю, женности не хватает Блин, классный танк Я вот просто недавно говорил на стриме Что я выбираю 100% Т-95-6 Но сейчас я как будто бы задумался даже Так, мы с вами дали 3 300 20 тысяч кредитов получили И в топе по урону Прекрасно Прекрасно Даже какая-то БЗшка Ну, у Т-95-6 У него, конечно, ДПМ-то, наверное, получше Поболее 3 300 А у нас сейчас 2 800 А пробитие у нас лучше У нас пробитие на ББшке Ну, на подкалибре, извините 270 у концепта А на кумулях 341 Ну, да, на 500 ДПМ-то меньше Давайте проверим Вроде бы на 500 Но у нас Башня на концепте лучше И от Башни Ну, да, 2 800 И от Башни реально кайфово играть На концептике Все, ребят Всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца Очень надеюсь, что вам оно понравилось Пишите свои комментарии Подписывайтесь на канал Всем пока-пока